Петр Елфимов Спасибо огромное Маргарите Анатольевне за то, что она в принципе решила сделать такую классную историю, и Александру Корпусеву, который написал много-много потрясающей музыки в этом альбоме. Я бы даже назвал этот альбом арт, и много-много-много разных музыкальных жанров присовокупил сюда и рок, и джаз, и поп, и даже негритянский госпел. Это христианское песнопение. В этом жанре был написан один трек, о котором я хотел бы рассказать. Сам жанр зародился очень давно. Если кому-то будет интересно, он может посмотреть об этом. В интернете много-много интересной информации и примеров исполнения в этом музыкальном жанре. И в принципе очень необычно услышать в альбоме проекта, который имеет отношение больше, конечно, к металлу, абсолютно не, скажем так, металлическое звучание именно негритянского госпела. Конечно, было бы здорово, если бы, когда я исполнял это произведение, у меня за спиной стояло много-много чернокожих братьев, и они мне подпевали бы Вот это было бы круто. Но в силу того, что я... Одно из образований моих это хоровой дирижер, я хоровик-дирижер. И в свое время, конечно, я изучал очень много различных ответвлений именно хоровой музыки. С таким жанром, как госпел, я очень хорошо знаком и очень его люблю. Тем более, что в этом жанре работали даже очень известные поп-исполнители, такие как Марай Кэрри, Уитни Хьюстон, которых я беспредельно уважаю как исполнителей, и многому у них учился. И само настроение, посыл, подачу, которая присутствует при исполнении данных песнопений, Оно мне очень близко. Я когда-то этому учился и пытался, конечно, и подражать, и перенимать именно черную манеру. Это так называется. Черную манеру исполнения. И мне кажется, что вот в данном произведении, несмотря на то, что христианское песнопение, конечно, оно целиком и полностью больше направлено на обращение к Господу, в данном случае у нас получилось такое повествование, своеобразная сказка. Не то чтобы сказка, а такая рассказ о том, что... Рассказ предостережения о том, что помните, дети, знаете, не ходите в Африку гулять, там живет ужасный Бармалей. И вот здесь, вероятно, такая же история, что волшебники и нечистокровные, и нечистокровные, помните о том, что Темный Лорд, хоть его когда-то там победили, он все еще жив, он там, он дышит. Так что будьте осторожны, не ходите в темный лес. Мне кажется, что настроение, на котором переполнено это произведение, оно получилось многочастным. Удалось, я надеюсь, что мне удалось это передать. И когда вы будете слушать, вы получите удовольствие, потому что лично я, как музыкант, как исполнитель, получаю удовольствие от этой музыки. И в первую очередь я, конечно, получил удовольствие от работы над этим треком, потому что это необычно. Встретить русскоязычный, скажем так, госпел, тем более в таком проекте, как Маргента, это вдвойне необычно, и я думаю, что вам будет интересно это послушать. В целом, хотелось бы сказать о всем альбоме. Во всяком случае, те треки, над которыми я работал, они все разные. Опять-таки, они выполнены в разных жанрах, в разных стилевых направлениях, и это здорово. Мне кажется, что вообще, в принципе, когда в одном альбоме присутствует много каких-то красок и настроений, это только большой-большой плюс и исполнителям, и композитору, который над этим работал. Так что от себя лично скажу еще раз огромное спасибо всем тем, кто ждет этот проект, и всем тем, кто над ним работал. Искренне ваш Петр Елфимов. Продолжение следует...